Евгений, здравствуйте! Добрый день! Мы пришли к вам за помощью, в первую очередь, естественно, психологической. Пролетели новогодние выходные, впереди трудовые будни, строгий режим, дисциплина. Ну вот, к примеру, как вернуть себя к нормальному графику жизни? Ведь необходимо рано вставать на работу, а все 9 дней мы как вставали, как придется. И спать ложились точно так же, да? Дайте несколько советов. Быть может, стоит накануне просыпаться по будильнику хотя бы несколько дней, чтобы привыкнуть вновь? Вообще, это очень мудрая мысль, себя так планомерно вводить в рабочий ритм. Для этого есть много советов, например, придти на работу и заниматься не самыми тяжелыми делами, которые на вас очень сильно давят. Начать, не знаю, с уборки на своем рабочем месте. Если вы будете планомерно входить в ритм, то вы, ну, как аквалангист, как подводник, вы будете планомерно погружаться в эту среду. И, ну, вас не раздавит. Вы просто станете более упругим, более сильным для того, чтобы справляться с данными ситуациями. Можно начать хотя бы просто вставать в одно и то же время. Уложиться, может, у вас и не получится сразу, но после нескольких дней ударного труда, я думаю, что желание с утра подняться все-таки появится, а в вечном желание встать, желание лечь пораньше тоже появится. То есть организм все равно возьмет свое. Ну, опять-таки, все праздники мы грешили, можно сказать, ели сколько хотели. И не только там три раза в день, а больше положенного. Вот как перейти к правильному питанию? Вот тоже не со стороны медика сейчас, прошу совета, а со стороны психолога. Ну, вот смотрите, вы же сейчас входите опять в свой рабочий ритм, вы начинаете заниматься привычными делами, вы занимаетесь привычными, не знаю, радостями по дому, с семьей, с детьми. И вы волей-неволей будете входить в свой старый ритм. Я, конечно, как вы правильно заметили, не медик, и не знаю, как правильно, но хочу заметить, что во время праздников вы ведь не просто так вот ели или радовались, ну, без причин, но у вас был и повод, и вы удовлетворяли свои потребности. А потребности, вот это то, чего вам, ну, вообще нам всем людям очень важно удовлетворять. Когда мы их удовлетворяем, мы становимся, ну, довольней, счастливей, радостней. Праздничный темпоритм жизни, как мне кажется, организм принимает гораздо охотнее, нежели вот рабочий. Организм очень охотно удовлетворяет свои потребности. Ему очень приятно вкусно покушать, ему приятно сладко поспать. И помимо вот наших физических потребностей, у нас есть наши психологические. Это нам пообщаться, пообщаться с друзьями, пообщаться по нашей интересной, любимой теме, заняться тем, что нам очень давно было и важно. Сесть ту самую любимую морковку, которую мы давно хотели съесть, но все не позволяли. То есть мы удовлетворяем свои потребности. И вот как раз термин «разгульная жизнь», он ассоциируется лично у меня с тем, что человек начинает в крайности впадать. Вместо двух-трех морковок, которые ему надо, он начинает есть в ведро мешок до тошнотиков. А вот на самом деле-то нам столько не надо. Здесь очень важно понимать свои потребности и удовлетворять их в той мере, которая нам важна и нужна. Как не только организм на рабочие рельсы поставить, но и в кучу мыслей-то собрать? Чтобы привести свои мысли в порядок и настроить их на рабочий лад, очень полезно думать о наших целях, о наших делах, которые нам нужно делать. Работа, она ведь подразумевает именно труд, достижение каких-то поставленных целей. Сам перед собой ты их поставил, начальник их перед тобой поставил. Не важно кто, но у тебя есть цели, задачи, у тебя есть дела, которые тебе нужно делать. У тебя есть задачи, которые ты должен решать. И если ты просто хотя бы для начала список составишь, хотя бы, вот мне надо первое, второе, третье. За завтра я должен взять три интервью, посадить пять морковок. Можно усвоить. Да. И там, не знаю, еще что-то сделать. Ну, не важно. Главное, чтобы у тебя были те цели. Главное, чтобы ты понимал, к чему ты стремишься, к чему ты идешь. Само вот это понимание своих целей сдачи, оно поможет тебе собраться. То есть после нашей беседы я поняла, что просыпаться утром на работу это совсем даже не проблема. Так. А большая, великая радость. Так. Ведь мы делаем что? Доставляем радость себе и окружающим. Согласен. Ну, а я напомню, что сегодня мой собеседник, психолог кризисного центра для мужчин Евгений Глухов.